Итак, дорогие друзья, я этого еще пока не видел. Приветствую вас, всех тех, кто смотрит записи на... и в онлайне, само собой, на обзоре! Обзоре новой новости от Blizzard Entertainment от 16-го числа, сегодня уже 17-е, та-та-та-та-та-та-та. Этот год будет великолепен, как мамонт, посвященный, собственно, новому игровому году. Сейчас у нас игровой год Кракена, мало ли кто не знал. Это говорит о том, что в стандарте... говорит о том, что со стандарте все классические карты плюс наборы карт 2015-16-го годов. И год мамонта сделает так при следующем аддоне, что будут карты 2016-17-го годов, собственно, в стандарте. Это повлияет на то, вообще, в какую игру мы будем играть, потому что такие карты, как Рено Джексон, уйдут из меты. В общем, уйдет все, вплоть до Каражана. Древние боги, по-моему, тоже уйдут или не уйдут? Хрен их помнит. Я не помню. F11, please. F11? О, F11, какая красота! Господи, спасибо большое. Кстати, да, go F11. Итак, начинаем. Этот год будет великолепен, как мамонт. Этот год будет великолепен, как данный. В 2016-м году Hearthstone ждет много классных нововведений, таких как новые материалы, режимы совместной игры с друзьями. Это технически уже тестировалось в новых потасовках усовершенствования и не только. Это, по сути, не сказать ничего. Планы на год мамонта. В 2017-м году завершится год Кракена и начнется новый год по литеисчислению Hearthstone. С началом каждого нового года Hearthstone обновление стандартного формата. Ровно то, о чем я и сказал. Официально год мамонта начнется с выхода первого крупного дополнения 2017-го года. В то время как карты дополнения Турнир, Черная Гора и Лига Исследователей перейдут в вольный формат. То есть, минус Турнир, минус ЧГ, минус Лига Исследователей, минус Мориэль, минус Рено, минус Бран и Лиза. И куча всего завязана на этом. Собственно, древние боги останутся. Древние боги останутся. Потому что они 16-го года. Само собой, все это пройдет при новом крупном дополнении. Скорее всего, это будет начало апреля, конец марта. Да, эта инфа нигде не высвечивается. Но я вам просто скажу о том, что сами по себе древние боги выходили в марте. Предыдущее дополнение тоже выходило в марте. И, походу, это просто их внутренний тайминг. Учитывая, что они патч достаточно крупный, подготовительный. Как они делали, кстати, до этого. Вываливают в конце февраля. Скорее всего, им надо будет реально... Аддон у них уже готов. Они его сейчас еще месяцок потестируют. Все дела. И выкатят в 17-м году. В марте, в апреле. Вот как-то тогда. Скриньте, как говорится. Как говорится, скриньте. Потому что я больше чем уверен, что это будет правда. Ротация наборов карт. Скоро. В прошлом году мы представили два новых формата игры в Христон. Стандарт и вольный. Ну, это вот несправедливо. Потому что формат один. Стандартный. Вольный. Это, грубо говоря, клака для всех остальных, кто на стандартный еще не накопил карт. Что очень печально на самом деле. Стандартный формат игроки могут использовать только базовые классические карты. А также та-та-та-та-та-та-та. Это просто информация про стандартный формат. Тем не менее, в течение года Кракена случалось так, что некоторые классические карты плохо вписывались в нашу концепцию. Когда какие-либо карты слишком часто добавляют в колоды и считают обязательными. Вот, дорогие друзья, то, о чем я вам говорил. Именно этим и руководствуется Близзард. Карта, которая является обязательной. Карта, которая играет в разных деках, потому что она просто хороша. То это ограничивает разнообразие доступных игроков вариантов. Нет. Это ограничивает людей от покупки новых карт. Потому что скрафтив нужные обязательные карты один раз, тебе в принципе больше не надо ничего крафтить. Лазурного дракона, например, можно запихнуть практически во все места. И в любую практически Ренодеку никогда проблемой не будет. А поскольку ребятам надо продавать паки, они думают и об этом в том числе. Колоды становятся однообразными. О, нифига себе! Вы сказали про однообразность колод? Это вы говорите, ребята, которые создали... Разделили мету на три крыла? Бугаев, Нефрит и Кабал? И еще теперь втирайте про однообразие? Да вы охренели там что ли в конце? Вы сами сделали игру однообразной! А теперь гоните! Аааа! Это вообще кто писал? Просто обман! Обман и провокация! Это просто неправда! Вы клали на однообразие игры! Сволочи вы красные! Ууу, сука, как пикнуло-то! Нет, ладно, однообразие это на самом деле не такой уж кошмар. Но на самом деле кошмар. Это хреново, что у нас сейчас играют Локи и Маги. Но обе деки по сути одинаковые. Это Бран Казакус, Рено, Дека. То же самое, по сути, вы можете сказать и с... Ааа! Ааа! В принципе, у Палов, Хантов и Варов, которые играют не Агроту, в принципе, тоже одинаковая дека. Но они просто... Она просто Тир 5, и ее никто не юзает. Потенциально интересные идеи использования определенных карт отходят на задний план. Ага, понятно. То есть ты хочешь... Мг, супер. А игровой процесс кажется менее динамичным. Карты в Харсону должны использоваться по назначению, в зависимости от того, какой тип колоды старается составить игрок. Но вообще, вот это, конечно, справедливая фигня. Именно это я сегодня пытался рассказать ребятам. Именно об этом пытался рассказать ребятам, когда говорил про Лазурного Дракона. Лазурный Дракон идет во все места. Это карта мини-доктор Бум. Идет рили во все места. Очень хорошая карта. Альтернативный дроп. Вот, например, это особенно почувствовали друиды, когда Древо Мудрости занерфили. Потому что, как бы, было Древо Мудрости. Оно было за 7 кристаллов. 5-5. Давало 2 карты или хилило на 5. Хил на 5, в принципе, слаб для 2 кристаллов. Поэтому, почему бы нам не использовать дроу на 2 карты практически все время. Вуаля, Древо Мудрости мы занерфили. Сделав так, чтобы, ну, оно не казалось такой имбой и обязательным пиком для друида. И что бы вы думали, друиды сказали, так и нафига, у нас есть Лазурный Дракон. Он и стоит дешевле. У него практически такие же статы. Он дает СПД. И вуаля, Лазурный Дракон оказался Древо Мудрости. Новым Древо Мудрости для друидов. Этого они хотят избежать. И правильно делают, что хотят избежать. Некоторые карты просто оверролл, оверролл, очень сильные. И это, по сути, важная тема, если мы говорим о нейтральной карте. О карте, которую могут взять все. Поэтому, чтобы достичь поставленной цели, мы добавим Христовым новый элемент. Зал Славы. О, вот этого я еще не видел и не знаю. В Зал Славы будут попадать карты из базовых классических наборов, изъятые из стандартного формата. Их по-прежнему можно использовать в вольном формате. Карты, которые мы поставим в Зал Славы, будут также включать наградные карты. Ниже представлена информация о том, какие карты окажутся в Зале Славы в течение года Мамонта. Некоторые классические карты пришли в вольный формат, и им больше нельзя играть в стандартном формате. Нейтральные карты. Комментарии разработчиков. Первые 3 из 6 карт, которые вскоре можно будет использовать только в вольном формате, это нейтральные карты, встречающиеся в большом количестве. В большом числе колод, и не позволяющие новым картам полностью раскрыть свой потенциал. Это в большей мере относится к картам со стоимостью 5 единиц маны и более. Так как обычные игроки добавляют лишь несколько подобных карт в колоду. Ну да, но на самом деле, справедливости ради, есть Талнос, который тоже является одной из тех карт, которые в этом списке технически надо увидеть. Но Талнос легендарный и не является геймдесайдером. Поэтому, наверное, в общем и целом, его трогать не надо. Но Талнос зачастую выполняет роль этого геймдесайдера. Когда он, например, на четвертом кристалле вы делаете Талнос водоворот, и вот там водоворот вам приходит с какого-нибудь топдека, то это тот счастливый момент, когда Талнос просто взял и тасканул вам катку, и рано или поздно, помяните мои слова, доберутся и до Талноса. Потому что, ну уж очень хорош, уж очень гибкий. Слишком жесткая помесь Кабольда, Лутхордера и... И вот. И Тотема 1.1. Лазурный дракон, мощная нейтральная карта, оказавшаяся чересчур универсальной, ставшей одной из наиболее популярных карт в игре. Справедливости ради, вся красота лазурного дракона заключается и в его стоимости, и в том, что он делает. По сути, правильно ребята сделали, когда сказали, что лазурного дракона можно разобрать на угромага и дроу за один кристалл. Так вот, дроу за один кристалл. Это жирно. Это первая тема. Во-вторых, это еще и дракон. А во-вторых, практически ни у кого нету реально мощных 5 дропов. Ну вот, то есть, как бы, лазурный дракон по кривой маны влетает хорошо. Стоит много и приходит практически в каждую деку на таком тайминге, когда его очень удобно играть. Лазурный дракон просто из-за своей стоимости оказался реально удобной картой. Справедливости ради, ему надо просто было сделать статы 3-4, наверное, наверное, 3-4, или убрать урон от заклинаний. Потому что 4-4 за 5, это реально круто. Реально круто. Но если, как бы, его менять, то, скорее всего, он просто перестанет играть. 3-4 за 5, очень мало, поэтому, скорее всего, никто не будет юзать. Убрать у него СПД, тогда, в принципе, он не будет нравиться друидам, да и... Да и станет просто средней картой. Они решили пойти по другому пути. Они решили не нерфить карты, делая их просто средненькими и неиспользуемыми. Они решили их просто убрать. Наверное, это ослабляет общий опционал игры, но, в принципе, оставляет карту очень мощной. Нам требуется, чтобы игроки выбирали из нескольких полезных существ за такую же цену, а не добавляли машинально лазурного дракона в свои колоды. Причина номер один в том, что лазурный дракон не позволяет покупать новые дополнения. Реально. Лазурный дракон это стандартная карта, которая есть уже у каждого второго пса, что очень трагично. Потому что, когда они выпускают новые дополнения, паки надо продавать. Когда у вас есть огромный костяк стандартных карт, которые уже практически в каждую деку свежую пойдут, это очень плохо. Поэтому лазурный дракон, к сожалению, очень... Это моя любимая карта, вообще-то, дорогие друзья. И я раздосадован, что она уходит, но буду справедлив. И повторюсь, это справедливый ремовл. Справедливый. Удивлен, что вот эта подруга не стоит на первом месте. Сильвана Ветрокрыла. Как и лазурный дракон, Сильвана Ветрокрыла является одной из лучших карт за 6 единиц маны. Кроме того, Сильвана и самый мощный предсмертный хрип в игре. Карта жреца контроля разума. К примеру, стоит 10 маны. В будущем мы собираемся добавить в игру новые мощные комбинации, опирающие на эффекты типа предсмертных хрип. И в сочетании Сильваны они будут слишком мощные. Постулат номер один. Вообще-то, с нерфом Сильваны все Нзотдеки резко теряют. Потому что, по сути, по сути, рез Сильваны это была основа. Одна из основ вообще, вообще Нзотдек. Но ладно, хрен с ним. Опустим. Сильвана Ветрокрылая, если вы помните, дорогие друзья, вообще-то переживала уже нерф. Раньше это было 5-5 за 5. Разработчики быстро поняли, что это дрянная имба, и это действительно было дрянной имбой. Сделали 5-5 за 6, и, к сожалению, это действительно дрянной имбой осталось. Сильвана очень мощная крича. Очень мощная крича, которая делает очень много. Это топовая легендарка. Топовая легендарка, которая на самом деле одного ранга. Одного ранга. С Доктором Бумом. Фишка Доктора Бума в том, что он может раздолбить лицо в одиночку. Сильвана этого не может. Но с точки зрения контроля, к которому она обязывает оппонента, это является очень мощной легой. Честно говоря, честно говоря, я бы ей просто поубрал немного статы. Она хорошая. Она хорошая, и она легендарная. Ее больше одной копии в деку нельзя положить. Мне не нравится концепт, по которому они просто берут и зарезают карты к чертям собачьим. То есть Бума выкинули. Сначала сделали сильным, потом просто выкинули. Теперь сделали Сильвану. Сильвану не смогли зарезать грамотно. Просто выкинули. Ребят, ну научитесь редактировать хорошие механики. Ну хватит, хватит. Вы каждую сильную карту будете водить, потом убирать? Ну хватит ездить на бедных игроках Hearthstone. Ну это просто скотство. Это было очень ожидаемо. Очень обидно. Рестан Пепперони с Сильвана. Где моя, где моя, я не знаю, зажигалка? Мне серьезно надо зажечь огонь, потому что, потому что это реально рип. Это реально рип. Это реально рип. Это реально рип, потому что забирают одни из мощнейших карт. Это... Ой, до тебя добрались. Ладно, я знал, что до тебя добрались. Здесь Рагнароса часто используют в колодах, рассчитанных как на контроль, так и на сочетание агрессии и контроля. В некоторых случаях, когда колода рассчитана на агрессивный стиль игры, эту карту можно увидеть даже на завершающем этапе матча. Эта карта с 8 динамацией очень мощная и сразу же приносит существенную пользу. В результате чего ее добавляли в колоды без лишних раздумий. Оценивая другие карты такой же стоимости, игроки лишь пытались понять, насколько те уступали или превосходили Рагнароса, не задумываясь о том, что лучше подходит для того иного типа колоды. Все-таки карт, состоящих от 7 до 9 маны, почти не использовать, поскольку для игроков выбор был прост. Они брали Рагнароса. При этом в некоторых колодах требуется лишь одна дорогостоящая карта. А на самом деле, на самом деле, та же самая фигня, Рагнароса надо было просто менять, а не убирать. С лазурным драконом понятно, это нейтральная рарная карта, его можно взять 2 в деку. Это говорит о том, что практически к пятому слэш седьмому кристаллу, то есть к мидгейму, у тебя есть возможность даже выудить его из деки. С Сильваной или Рагнаросом, так такого сказать не можешь. Это одна дека в карте. Само собой, хороша ложка к обеду, когда они приходят на свой кристалл, это умопомрачительно хорошо. Просто умопомрачительно хорошо. Но, в общем и целом, вам их стопроцентно верно иметь к нужному кристаллу никак. Вы не можете этого сделать. Вот. Поэтому их скорее правильнее надо было занерфить. Вот. Рагнароса... Одна дека в карте. Я сказал, одна дека в карте. Одна карта в деке, конечно же. Рагнароса, честно говоря, можно было сменить совсем лютым способом. Например, одна из больших проблем на Рагнароса заключается в том, что его тяжело очень убивать. Он не может атаковать, но на самом деле вот эта приписка не может атаковать. Не решает нифига. Он все равно очень больно дает сдачи. Если Рагнароса сделать 4-8 за 8, то вот уже его куда проще убивать. Куда проще убивать. И при этом при всем, и при этом при всем он будет так же хороший, его будут использовать. То есть просто опустите Рагнароса, опустите Рагнароса в ряд к нормальным картам. Само собой, Сильвана Ветрокрылая, Сильвана Ветрокрылая, тут с ней куда все сильнее. Она крута не из-за своих статов и стоимости. Со стоимостью и статами играться даже не надо. Тут хрип очень мощный. Хрип очень мощный. И учитывая, что они собираются, учитывая, что Нзот все еще существует, и они собираются добавлять новые карты с предсмертным хрипом, или опирающихся на новые эффекты, то тут понятное дело, что Сильвану надо убирать как просто потенциально опасную. Это как, знаете, это как Чарджер Баба, или Горный Гига... Или этот, Молтон Джайант. Они просто как бы иногда, иногда в комбе с различными картами могут давать очень мощное лютое вэлью. То же самое касается Сильвану, поэтому ее забрили. Рагнароса можно было просто изменить, очень странно. Классовые карты. Переполняющая мощь. Переполняющая мощь позволяет крайне эффективно разменивать существ или наносить больше урон. Она никогда не позволяла эффективно разменивать существ. Существо после юзания переполняющей мощи на нее умирает. Поэтому на переполняющей мощи на роду написано темпа карты и по сути больше ничего она не делает. Тратя всего одну единицу маны. Это первый постулат неправда. Тебе сначала надо иметь какой-то токен, какое-то тело, на которое ты эту переполняющую мощь можешь заюзать. Реальная проблема с переполняющей мощью. Это кумба Лерой, переполняющая мощь, манипулятор. Было реально проблема. Почему? Потому что это нюк на 20 урона с комбоса, который, в принципе, разбивается и отдельно от всего... Отдельно от всего... 4.8 прессы тебя проклянут. Ну пусть будет 3.8. Вот. Не суть важна. Фишка в том, что Рагнаросу надо просто ослабить урон, чтобы когда... Чтобы, по сути, его не может атаковать, реально решало. 1.1 с 5.5 изи-размен. Так 1.1 где-то найти надо, понимаешь? Для Лока это всегда должно представляться квестом. Вот. Многие классические карты входят в колоды чернокнижников, на состав которых не так сильно влияет новое дополнение. Подготовленные сами изменения позволят в своё время повести разнообразие карт в колодах чернокнижников. В общем и целом, переполняющая мощь была одна из самых нужных и важных карт. Очень обидно, что её убирают. Я думаю, дело в том, что это просто команка, которую ты практически всегда в двух экземплярах, в одном-двух экземплярах мог спокойно добавлять в деку чернокнижника. Да, с разнообразием туго, но, ребята, помните, у чернокнижника с разнообразием туго, потому что у чернокнижника плохие классовые карты. Большинство классовых карт чернокнижника построены из предыдущих патчей. Не из свежих, свежие патчи они более-менее это учитывают, но предыдущие патчи, они построены таким образом, что у них откровенный недостаток. Откровенный недостаток. А почему это так сделано? Потому что у чернокнижника мощная классовая обилка. То есть мощную классовую обилку мы митигируем тем фактом, что у нас в среднем более плохие карты. Это как бы, грубо говоря, стартовая концепция чернокнижника, от которой они, само собой, быстро отказались, потому что они смогли на рейнже кучи патчей просто поддерживать. Переполняющая мощь из того списка. Она как бы одна из стартовых хороших карт, как и Soul Fire за ноль в свое время, которые чернокнижника делали well-round, так сказать. Но, видите, пришло время с ней распрощаться. Я считаю, что это полная фигня. Не надо было этого делать. Может быть, я не знаю, сделать 3-3 или там 4-2. Ну, чтобы она была не такая прям, вау, супер популярная. Ну и хрен с ним. 4-2, хотя 4-2... 4-2 все равно было бы хорошо. Хотя бы не давало возможности синергии со всякими пожирателями. Фиг знает. Так, вот это уже интереснее. Ледяное копье. Колода мага, полагающаяся на ледяные заклинания, существует уже более 3-х лет, и играть с ней довольно интересно. Тем не менее, нам хотелось бы, чтобы после выхода каждого нового дополнения маги использовали более разнообразные колоды. Пренос ледяного копья вольный режим повысит разнообразие колод в стандартном режиме. При этом в вольном режиме ледяной маг по-прежнему будет весьма эффективен. Ледяное копье также ограничивало полет фантазии наших дизайнеров, так как мешало добавить в игру мощные заклинания, наносящие урон или позволяющие создавать копии карт. Также ледяное копье отличает большой урон, и поэтому эта карта зачастую уходит во многие комбинации на 30 единиц урона. Знаете что, ребят? Если они добавят хорошую альтернативу ледяному копью, я, наверное, буду рад. В общем и целом, я никогда не считал ледяное копье сильной картой. Вот, если так, по чесноку. Вот, его нету, и хрен-то с ним. Другое дело, что фризмаг всегда был, в общем и целом, таким, грубо говоря, пришедшим к нам из World of Warcraft концептом. Маг, который полагается на какое-то отсиживание в глыбе с последующим ваншотом. Это была интересная альтернативная дека. С нерфом ледяного копья вы просто убираете фризмага как концепт. Нельзя назвать фризмага ваншот-декой. Он никогда ей не являлся. Потому что это долгое терпеливое собирание комбо. Последующий Таурисан на те карты, которые у тебя есть. Вот, и потом уже хитрая комбо. Скорее всего, они какое-то более жирное ледяное копье добавят в игру. Типа, мол, за два кристалла нанести два урона, или, если таргет заворожен, нанести там пять урона. Что-нибудь в этом духе. И они посчитали, что для нового фризмага это будет хорошо и гибко, а с такими картами, как ледяное копье, это будет просто длитый овердамаг. Скорее всего, это просто изменения под новый патч. То есть, пока что переполняющая мощь, ледяное копье и Сильвана выглядят как изменения под новый патч. Сугубо. Потому что убирание этих карт не является оправданным. Трогать классовые карты это тупо, потому что ими может пользоваться один класс. Трогать Сильвану тоже было тупо, потому что это лего с уникальной механикой. Судя по всему, она просто, как и там, как в свое время и Чарджер Баба, как и Молтон Джайант из-за ноль, просто ломает концепцию создания новых карт. Но об этом они, честно, и написали. Так, и далее консил. С консилом, да, с консилом все понятно. Его давным-давно надо было менять, потому что роги сейчас очень часто работают по одной и той же схеме. Мы выставляем что-то на стол, и выживаемость этого чего-то обусловлена не его хп-пулом, хп-баром, а консилом, который мы на него накинем. И ты с этим ничего не можешь сделать, потому что зачастую в консиле сидят юниты, которых просто так не снести. Механика маскировки очень мощное оружие, и противостоять ему порой бывает очень непросто. Это особенно заметно во время игры за определенные классы. В Хорстоун для каждого действия должно находиться противодействие. Однако маскировка с каждым ходом усложняет борьбу с существами разбойника. Мы подумали о том, чтобы перевести вольный формат гоблина-аукциониста, но в итоге остановили свой выбор на карте замаскировать. Так как для успешного использования аукциониста требуется крайне высокий уровень мастерства. Нет, это не крайне высокий уровень мастерства требуется, это высокий уровень захода требуется. Аукционист теперь без консила будет на самом деле тоже полумертвым. Мы считаем, что в результате предложенного изменения эффективность гоблина-аукциониста уменьшится, а игры, в которых используется данная карта, станут более насыщенными. Честно говоря, консил надо было просто заменить на не ваше существо получает маскировку, а ваше существо получает маскировку. Таким образом, не будет всякой фигни, когда ты... Это нормально, когда ты юзаешь консил, чтобы спрятать одно существо. И это ненормально, и крайне из ряда вон плохо, когда ты при помощи консила сокрываешь весь свой стол. Уровень мастерства это действительно максимально неподходящее слово. Но они стараются быть политкорректными, и... Максимально политкорректными на самом деле это полный бред. Очень мне в свое время нравилась механика с... С частичкой, с запчастью маскировки. Вот. И, по идее, это то, как вообще, на самом деле, это все дело должно работать. Другое дело, что запчасть маскировки реально ломает игру с Антонидосом. Потому что Антонидос просто с запчастью маскировки просто... Ты ставишь Антона, кидаешь на него инвиз, Антона не убить, у него жирное тело, его даже не зауешить. Ты уже получаешь фаерболы, на следующий ход два тебе фаербола в лицо и пять урона, плюс еще два фаербола будут лежать в руке. Это, по сути, вин кондишн. Вот. На деле, вот эта запчасть маскировки, это должен быть враговский консил. Может быть даже, может быть, может быть. За один, за ноль кристаллов. Другое дело, что это даст возможность рогаликам обузить аукциониста снова. Рогалики без аукциониста не сыграют. Не сыграют. То есть, как бы... Аукционист это то, почему... Вот задумайтесь. Аукционист это то, почему рога жива вообще ближайшие... Ближайшие пару лет рога жива только аукционистам. То есть, у роги все деки завязаны на нем. Все просто поголовно. Альтернатив нет. Ничего не придумано. Есть возможность с всякими пиратами, но это все просто не ценится. Контроль не фрит рога. Не играет, потому что рога не может в контроль. Нет у нее в суппорте в карт под это дело. Поэтому, честно говоря, я бы консил в каком-то виде даже оставил. Может быть, может быть, стоит добавить к речу. Может быть, стоит добавить роге к речу. Новую какую-то. 2-2 за 2. Которая будет давать юниту маскировку на один ход. Таким образом, будут комбинации на восьмой ход. Аукционист плюс эта крича. Овердроф рога же. Фигня плюс его овердроф это рога. Потому что она никого верно не убивала. В общем и целом, с консилом, наверное, соглашусь. И эти изменения... Вот точно про все классовые изменения и изменения Сильваны скажу одно. Эти карты изменяют под следующий патч. Сейчас они не являются имбалансными. Сейчас они не являются имбалансными. Сейчас они являются в принципе well-around. Консил вообще и Power Overwhelming являются для нынешних колод важной составляющей. Иначе они просто не будут играть. Вот. И я вам говорил, да, о том, что нейтральные карты надо щупать и менять. И по сути, по сути, правильными изменениями являются только изменения Лазурного Дракона и Рагнароса. Сильвану... Сильвану... Ну ладно, Сильвану в принципе тоже можно убирать. Но ее нельзя юзать нигде в агродеках. Вот. Видно, что Сильвана, что переполняющая мощь, что ледяное копье, что консил, это просто подготовка к следующим патчам. Вот точно, точно, точно подготовка к следующим патчам. Рестин Пепперонис, дорогие друзья. Это реально нужные карты, которые реально получили по жопе... Больно. Очень жаль. В наших планах было дать игрокам временную возможность распылить классические карты, попавшие в зал славы за полную стоимость. Но нам бы не хотелось, чтобы вы бросили соблюдать все прекрасные карты только потому, что они попали в зал славы. Ведь могло бы подорвать основы вольного формата, про который мы также не забываем. Поэтому мы решили, мы дадим вам пыль просто так. А карты пусть остаются. О, это приятная новость. Это приятная новость, потому что убрав мастхев карты, вы получите немного пыли. По сути, это хорошо только для Сильваны и только хорошо для Рагнароса. Потому что лазурный дракон Рарка, полная стоимость за него это фигня. А все остальные карты это Команка, полная стоимость за них это ничто. Обидка, обидка. Все владельцы Рагнаросов и Сильван, не расстраивайтесь, вы получите за ваши карты сполна. Это будет так, мы возвестим вам полную стоимость за максимальное количество стандартных карт из зала слава, которые вы могли бы использовать в своей колоде. С учетом того, что у вас могут быть обычные золотые версии карты, то есть если у вас есть хотя бы один золотой Рагнарос, получите 3200 чародийской пыли. Ваши запасы чародийской пополнятся автоматически после начала года Мамонта при входе в игру. Подожди, если у меня несколько золотых Рагнаросов. Если у меня несколько золотых Рагнаросов, ты. Ладно, хрен с ним. Короче, хотя бы хоть какая-то смягчающая пилюля, но на самом деле нет, нифига не смягчающая пилюля. Все равно печаль трава, что эти карты убрали. Раньше на вопрос хапа что крафтить я спокойно мог сказать Сильвана и Зера Рагнарос. Теперь на вопрос что крафтить я не буду иметь стопроцентного ответа, потому что эти карты очень жаль. Обида. Обида. Обида, но ладно, что уж поделаешь. Приключения в дополнениях. Вспоминая прошлое, хочется сказать, что мы многому научились за год Кракена. Ага, конечно, балансить, наверное, учились. Одно из направлений, которым мы собираемся уделить особое внимание в году Мамонта, расширение возможностей по созданию новых колод и повышение разнообразия колод в Херстоун. А, ну для этого вы, наверное, три крыла ввели, да? Кабал, бугаи и нефрит, да? Вот для разнообразия. Эх, пху, блин. Чтобы достичь этой цели и представить игрокам большие возможности, мы изменим график выхода дополнений. Ооо, это хорошо. Хорошо. Раньше дополнения и приключения чередовались. В начале года Мамонта мы выпустили крупное дополнение, содержащее примерно 130 новых карт. Затем в середине года добавили еще 45 карт. Но в конце года вышло очередное полноценное дополнение. Это, скорее всего, впечатка в начале года Кракена. В начале года Мамонта мы планируем выпустить дополнение, содержащее примерно 130 новых карт. В середине и в конце года мы тоже выпустим еще два дополнения, в каждой из которых будет приблизительно по 130 карт. О, вот это хорошие новости. А, первое, они вводят дофига карт. Они вводят дофига карт. Это разумно, ребята, это разумно, потому что с последним дополнением, при Бамбасском, они реально сильно зафейлили. Они очень сильно сузили концепт игры, но при этом, при всем, через дополнение уйдет очень большое количество карт. По сути, является невозможным запалансить нормально в этих реалиях мету с ближайшим выпуском. Реально тяжело, реально тяжело. И это говорит о том, и это, я надеюсь, мое предсказание сейчас будет ошибочное, но вообще-то это говорит о том, что сейчас, при первом дополнении, у нас будет тренировочная мета. Потому что у нас будет дополнение, у нас будет дополнение, которое включает в себя мало стандартных карт, которые будут реально хреново друг друга синергировать. И боюсь, что мы все еще будем видеть всякие агродеки, которые, по сути, будут царствовать на костях еще не сформированной меты. Но зато потом они, типа, выпустят дополнительные дополнения, которые, собственно, мету соберут в стакан. Я надеюсь, это предсказание фигня, но вообще, пока что оно так выглядит. Когда придет год Кракена, точнее, год Мамонта, у нас будет Каражан, Древние Боги, Каражан, Древние Боги, и вот эта эмиссия 130 новых карт. Это, откровенно говоря, слабо для стандарта. Это, откровенно говоря, хреновая вариативность. Плюс ко всему, старые комонные карты, они убирают, это тоже печаль трава. Некоторые, ну, мы только что видели. Правильным направлением идут, но просто было неправильно создавать такой Каражан. Просто было неправильно создавать такой Каражан. Ну, будем наблюдать, дорогие друзья. Зачем что-то менять? По сути, свои приключения это красочные и тематически насыщенные сюжеты, посвященные вселенной Харстоун. Представьте, что у вас есть возможность точно так же узнать об истории каждого из наборов карт. Например, рассказ о банде Нефритовый Лотос можно оформить в виде нескольких стычек преступных группировок Прибамбаска. Это превосходно бы дополнило основную сюжетную линию злачного города Прибамбаска. Как раз эту идею мы и хотели бы развить в будущем. Представьте, что будет, если объединить классные задания из приключений и масштабные наборы карт из дополнений. Ооо, вот так вот. Вы сможете пополнять свою коллекцию, приобретая комплекты карт дополнений так же, как и раньше. Кроме того, помимо дополнений мы будем выпускать бесплатные побочные тематические задания для одного игрока, которые не только станут интересными испытаниями, но и позволят развить сюжет игры. Только я их похвалил, только я их похвалил, как ребята... Давайте дочитаем, короче. Мы хотели бы в дальнейшем сохранять гибкость и оптимизировать выход новых материалов, чтобы игроки могли получить от игры как можно больше удовольствия. Ага, кому ты втираешь? Первым шагом в этом направлении станет второе дополнение 2017 года, и мы планируем постепенно развивать данную идею. Подробности о новой форме выпуска материалов для игры мы опубликуем позже. Только я их похвалил, как все стало сразу на свои места и стало плохо. Судя по всему, из того, что мы читаем, можно сделать вывод, что они собираются... Собираются. Судя по всему, они собираются развивать деления на различные... Деления на различные кварталы. Это отвратительно. Это отвратительно. Почему? Потому что идея с самого начала провальная. Это раз. Во-вторых, об этом мы уже объясняли очень много раз. Во-вторых, они будут просто менять мету с ног на голову. Потому что будет дополнение... Судя по всему, они будут реально делать... Блин, подожди, дайте еще раз. Это... По сути, свои приключения это красочные, тематически насыщенные сюжеты, посвященные вселенной Харсон. Представьте, что у вас есть возможность точно так же узнать об истории каждого из наборов карт. Например, рассказ об антинефритовый лотос можно оформить в виде нескольких тычек преступных группировок Прибамбаска. Это превосходно бы дополнил основную сюжетную линию злачного города Прибамбаска. Как раз эту идею мы и хотели развить в будущем. Значит, первый квартал смена, второй, третий, четвертый. Это они говорят про кварталы года Мамонта. Понятно. Судя по всему, они не хотят уходить от тематики Прибамбаска, а ставят деление на три различных сегмента. Чем это плохо? Во-первых, они, скорее всего, задушат все старые деки. Судя по всему, они к этому... В принципе, об этом эхо этого было еще, как только мы услышали о дополнении Прибамбаска. Они хотели душить старые деки. Они остаются при своей идее душения старых дек. То есть старые деки, скорее всего, играть не будут, потому что... Классовая механика... Классовая механика, по сути, будет настолько мощна, что она будет просто... Что просто старые деки будут неконкурентоспособны. Во всяком случае, о том, что они так... Ты не так понял. Это пример, как должно было быть Прибамбаске. Так. Блин. Блин, мне это не нравится. Мне это не нравится... Мне это не нравится... Мне это не нравится, потому что... Это просто пример. Они говорят, что не будут приключения, а будут дополнения с сюжетом вместо этого. Блин, нет, смотрите. Если это... Если это будет просто... Если это будет просто... Ну, если это будет просто... Новое развитие. То есть новые эмиссии карт будут выходить по-новому. Это замечательно. Это замечательно. Это давным-давно так надо было сделать. Молодцы. Делайте флаг вам в руки, барабан на шею. Если они на полном серьезе хотят дополнять сюжетные линии Прибамбаска, и хотят сделать это все в виде какого-то комикса, то это будет плохо. Потому что это будет движение в неправильную сторону. Ну, в общем-то, собственно, разговор сводится к тому, хотят ли они поддерживать, поддерживать деление на три района нынешние меты. Если они продолжат выпускать карты для каждого из районов, рано или поздно районные деки будут сформируют определенную мету и выкинут практически старые деки из игры. Если они этого не будут делать, а будут развивать уже непосредственно в другом направлении в виде своеобразного комикса, как они пытались сделать, помните, была потасовка, где тебе надо было повоевать с лотосом, с казакусом, с бугаями. Вот это, вот это будет здорово. Что ж, поглядим. Так. Так. Ох уж этот непредсказуемый вольный формат. Играть в вольном формате станет еще интереснее, не обманывайте себя, так как в него перейдут карты из дополнения большой турнира и приключения Черная гора и Лига исследователей. Игроки, предпочитающие играть в вольном формате, определенно будут рады узнать, что планируют еще активнее развивать его в 2017 году. Да, безусловно. Спасибо, что обратили на них свой взор. Через некоторое время после выхода следующего дополнения мы планируем провести героическую потасовку с использованием вольного формата. Многие потасовки сейчас и так в вольном формате проводятся. В какие проблемы? В вашем распоряжении окажется множество карт, так что даже самым увлеченным опытным игрокам в создательном колодке придется как следует постараться. Ага, один раз выиграть пак и уйти. Действительно постараться. Хотя подожди, героическая потасовка. О, не, героическая потасовка это уже другое. Героическая потасовка это та штука, за которую надо заплатить очень много, в которую выиграть очень мало и отдать кучу голды. Ну, опять же, героическая потасовка равно потасовка для стримеров. Стримеры играют, нормальным людям там делать нечего. Мы также планируем увеличить число официальных турниров по Христону с матчами в вольном формате, проводимыми сторонними организациями и поклонниками игры при поддержке Близзард. И не важно, участвуете вы в состязаниях по Христону в вольном или стандартном формате. Мы хотим, чтобы все разнообразные форматы и режимы игры были по-настоящему интересны для нашего сообщества. Но если вы их спонсируете из своего кармана, вы молодцы и вам респект. Если вы не собираетесь ничего подобного делать, а хотите просто опроведить ковольный, то, само собой, нет. Все спонсоры, само собой, будут ориентированы на тот Христон, в котором больше народу. А больше народу всегда будет в стандартном формате. Если Близзард сами за это не заплатят, этого не будет. Мы очень рады, что состязания по Христону, использующие вольный формат, развиваются столь стремительно. Как стремительно? Их нет. Мы постараемся придумать, как еще мы можем поддержать их в будущем. А как можно поддержать в будущем? Только награды, наверное, улучшите и все дела. Собирайтесь в Христон Кафе. Для тех, кто не знает, поясним Христон Кафе, он же Fireside Gathering. Это отличный способ встретить других людей, увлекающихся Христон так же сильно, как и вы. Для нас такие мероприятия очень важны, поэтому с течения года Мамонта мы собираемся расширить программу поддержки для Христон Кафе и добавить в игру новые функции, предназначенные специально для использования в такого рода форматах. Свежие подробности, связанные с Христон Кафе и Fireside Gathering, мы опубликуем незадолго до выхода первого крупного дополнения в этом году. И у вас еще есть время стать хозяином таверны. Скорее всего, просто дадут какую-то рубашку завсегдатая или какую-нибудь картинку, если ты будешь посещать Христон Кафе. Скорее всего. Отметим начало года Мамонта вместе. Но это еще не все, что мы хотели рассказать о годе Мамонта. К выходу нового дополнения мы приготовили много чего интересного, в том числе награды за ежедневный вход в игру. О! Я буду богат! Время действия акции ограничено. Вы сможете получать чародейную пыль, золото и комплекты карты заполнения. Кроме того, в течение нескольких недель перед выходом дополнения вас ждет ряд сюрпризов. Надо сделать это на 21 день. Как известно, 21 день это ровно столько, сколько надо, чтобы вырубать у собаки привычку. Награда стражам. Награда за вход в игру. Это еще не все. У игроков будут и другие поводы радоваться наступлению года Мамонта. В таверне Христон появится новый герой. Новый герой разбойник Майф Пезентений покинула пелену Сумрака, чтобы пополнить вашу коллекцию. Более 10 тысяч лет ей приходилось терпеть издевки Элидана, утверждавшего, что она не готова. Пусть трепещет пылающий регион. Добавить Майф в коллекцию будет значительно проще, чем укусить локоть. Чтобы давать Майф в коллекцию, необходимо лишь завершить 10 обычных или стандартных рейтинговых матчей после выхода дополнения. Короче, всем на халяву для дополнительной мотивации, чтобы приходили в игру, дали мэф. Вы лучше расскажите, дорогие Близзарды, где Тиранда, которую вы обещали каждому региону на халяву. А то чёт как-то не у всех есть Тиранда, а вы обещали, что сделаете. Тупо, ребята, тупо. Прошло уже полгода. И в заключение, в 2017 году Харсон ждёт много удивительных нововведений. Надеемся, вам понравился наш небольшой обзор. До встречи в таверне. До встречи в тёмном переулке Бен Броуд. До встречи в тёмном переулке. Ну, в принципе, это хорошая идея с тем, как они планируют выкидывать новые дополнения. Очень хорошая. То есть, получается, 130 в середине и в конце мы также выпадем ещё 2 дополнения, которые тоже приведут по 130 карт. То есть, технически, они хотят выпустить 390 карт за год. 390 карт за год. Это реально решает. 390 карт за год. Это круто. Это круто. Это говорит о том, что Мету будет лихорадить. Это прекрасно. Потому что, на самом деле, самое главное для Харсона сейчас это разнообразие. Это уже начали замечать все, что выпускается Мета. Вот, например, последняя Мета на самом деле разочаровала многих игроков, даже любителей Агродек. Потому что, ну, мы уже который раз видим Шамана в Шамана с достаточно одними и теми же картами. В лидерах Меты, Агродеки, Засилия, Засилия Агродек и в некотором смысле такая Мета, которая получилась достаточно рандомная. То есть, даже профессиональные игроки говорят, ну, это Мета рандомная. Это Мета рандомная, потому что там, ну, решает заход очень сильно. Это плохо, что решает заход. Это раз. Во-вторых, она должна быть разнообразная. То есть, грубо говоря, здорово, что они пытаются делать такие лютые миссии карт, которые будут стараться. Ну, лютая миссия карты, она практически всегда старается перевернуть Мету с ног на голову. Заставляет людей изобретать новые велосипеды. Ну, и это здорово. По сути, они говорят, что четвертый квартал, то есть за год, они сделают четыре дополнения. Четыре каких-то таких изменения. Скорее всего, будет... Ну, они, как сказали, первый квартал 130, второй квартал... Это вот, смотрите, здесь какая-то пометка. Я не очень понимаю, что это за пометка, но хрен-то с ним. Скорее всего, еще одно приключение сделают. Хотя хрен знает, как они это сделают. Дальше будут делать. Тут как угодно они могут делать. Вот. В общем и целом, 390 карт обещают. 390 карт обещают. И еще что-нибудь, скорее всего, придумают. Что ж здорово. Что ж здорово. Новости хорошие. Новости хорошие. В общем и целом, последние два обзора, что мы делали на... О чудо, о чудо, контент Близзардов. Знаете, знаете, в общем и целом хорош. В общем и целом хорош. Движение в правильном направлении. Несмотря на то, что достаточно горячо мною любимые карты были, по сути, занерфлены. Занерфлены, потому что убраны из стандарта. Все равно все будут играть в стандарт. Тут вольные оживляй, не оживляй. Оживляй, не оживляй. В него будут приходить, собирать куш и уходить обратно. И побеждать в вольном формате, если вы будете делать хорошие призовые, будут не игроки вольного режима. А все те же самые профессионалы-дэкбилдеры. Которые набили руку и оскомину уже... Руку и оскомину в дэкбилдинге. Такие пироги. Хорошие новости, что выпустят много карт. Плохие новости для тех, кто не хочет донатить в игру. Ребята, не донатить в игру станет еще тяжелее. Еще тяжелее. Вот. Это вывод, который, откровенно говоря, напрашивается. Но для людей, которые много играют в Hearthstone и у которых нету, в принципе, проблемы с пылью и золотишком, это, наверное, в общем и целом хорошие новости. Такие дела. Будем поглядеть. Все еще при своем мнении, что ориентир держится где-то на конец марта-апрель. Такие дела. Я думаю, за этим все. Агрессивно монетизируются Близзарды, но и делают. Надо отдать должное, что достаточно много. Давай посмотрим видосик. Какой видосик? Где видосик? Здесь нет видосика. Сколько паков нового дополнения надо купить, чтобы более-менее нормально играть? Зависит от карт нового дополнения, поэтому не так. Должны не 390, а... Сахапа, значок герпотасовки там. Ага, понятно. То есть со вторым кварталом герпотасовку собираются вмутить. Не 390, не 390, а 260. Давай поглядим, давай поглядим. Они говорят, что в середине и в конце года мы также выпустим еще два дополнения, в каждой из которых выйдет приблизительно 130 карт. В начале 130, в середине, в середине и в конце года выпустим 130 карт. То есть 390 только с этих трех дополнений. Справедливости ради, дополнений будет 4. То есть будет еще. В начале статьи видосик. О, видосик в начале статьи. Скорее, скорее. Ой, сладкий видосик. Вот мамонта. В середине года в 2017, новый верхний рост лет будет havia визгнутся. В течение года в 2015 года, в Ормоле 19, века, в обмоле 19, в годы, в Читалке, входит в новом, в течение года в книг, в обмоле 10, в 10, в 6 под 12 новое, в том, 2017. Мы надеемся, что вы нас присоединяете в праздничном годе Мэма, и увидите вас в тавере. Первое. Первое. Первый переход на новый квартал. Вот он. Переход на первый квартал. Видишь, что написано? Первый квартал. Первое дополнение будет автоматически с эмиссией. С эмиссией карт. И еще они обещают. Еще они обещают. Два раза по эмиссии карт. Одно из дополнений, я не знаю, каким будет. Каким будет. Может быть, оно будет каким-то хитрым. Хитрым. Там не будет карт. Там будет мало карт. Хрен знает, что оно будет из себя представлять. Но про 390 карт инфа вот есть. Будет героическая вайлд-потасовка, они, считай, прямым текстом сказали. Да, героическая вайлд-потасовка. Да, они об этом говорили. Они об этом говорили о героической вайлд-потасовке. Я надеюсь, что вот это дополнение, которое они сделают с героической вайлд-потасовкой, оно все-таки будет с картами. Потому что если они сделают 130 карт, а потом просто дополнение, посвященное героической вайлд-потасовке. Охренеть! Вы можете поиграть в потасовку, героическую просрать кучу золота, получить нихрена и вообще неинтересный режим ни для кого. не турнирный вы этого на стримах не увидите и без карты кому надо это дополнение то кому надо лол что это такое это просто мини-патч заплатка на заднице и богу ладно 390 карт пообещали это уже хорошо замечательно за сим я думаю за вершим и пыша трат льет на youtube чтобы чтобы ребята которые еще не видели могли посреди записи настроение настроение хорошее изменение правильное я думаю разнообразие хочу увидеть вперед 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 главное пожалуйста перестаньте муссировать тему с тремя с тремя районами прибамбаска не дай бог не надо продолжать эту тему не дай бог не дай бог ребята не дай бог уходите от нее уходите от нее сделайте нормальный стандартный режим а мы с вами перетекаем в аренку